Это «Давича», продолжаем выпуск. Потушить пожар, вытащить человека из воды, оказать первую медицинскую помощь. Герои следующего сюжета каждый день готовы рисковать жизнью ради других. И скоро работы у кировских спасателей прибавится. Метеорологи сообщили, что вскрытие вятки произойдет на 5-10 дней раньше обычного. А значит, могут участиться несчастные случаи на воде. Свою готовность к чрезвычайным ситуациям спасатели сегодня продемонстрировали. На реке Вятки прошли показательные выступления, но реальная работа часто отличается от учений. Несколько печальных историй из жизни спасателей услышала Екатерина Зубарева. Роль пострадавшего на этих показательных выступлениях выпала манекену. По сценарию он ранен и не может передвигаться. Поэтому спасатели спешат на помощь. Главное – все сделать быстро и слаженно. Одни снимают куклу сальдины, другие доставляют к врачам. Тем временем на берегу тоже не все спокойно. На затопленной территории начался пожар. Огонь разгорелся настолько сильно, что специалистам пришлось выйти из пожарной лодки на берег. И уже там продолжить тушить очаг возгорания. А вот из глубин Вятки показался водолаз. Оказывается, он искал на дне утонувшего. В реальной ситуации, когда спасать нужно не манекен, а человека, счет идет на секунды. Бывает и так, что доставать из воды приходится уже мертвых людей. И в этом сезоне уже был один несчастный случай. Похоже, рыбак, он как еще и потерялся, там его и полиция искала. Ну и потом, когда обнаружили, то обратились за помощью к спасателю, чтобы они его со льда сняли. Живой? Нет. Сейчас в городском поисково-спасательном отряде всего 21 спасатель и 4 водолаза. Работа у этих людей сложная, поэтому готовят их тщательно. Они же и медицинскую подготовку должны владеть этими приемами и методами работы. Противопожарные, потом своими специальными технологиями проведения поисково-спасательных, аварийно-спасательных работ, умеют владеть инструментом. Но налет выпускают только самых опытных. Сегодня спасатели со своей задачей справились, завершились учения общим построением. Екатерина Зубарева, Николай Шихарбеев, Бюро новостей Давича.